Коллекция метеоритов, куда вошло около 30 фрагментов небесных тел, останется в собственности Музея Камня. Большинство этих экспонатов – подарок школе-музее Литосклио от регионального отделения Русского географического общества. Ивановцы такой большой коллекции звездных камней еще не видели. В экспозиции мы отразили и нашу космическую историю, естественно, рассказали о Пуч-Шкатунской астроблеме. Это об астероиде, который упал на территорию Ивановского края 167 миллионов лет назад, и кратер, от которого читается из космоса. Фрагменты Пуч-Шкатунского астероида не были найдены. Исследователи предположили, что во время удара о землю огромный метеорит взорвался. Он оставил после себя кратер диаметром 80 километров. Нашли в 60-х годах при бурении пород территории Ивановской и Нижегородской областей, Горьковской тогда. Называется он Пуч-Шкатунгская астроблема. Астроблема – это переводится как «Звездная рана» с греческого, а Пуч-Шкатунгская по названию населённых пунктов, где впервые были изучены вот эти вот так называемые дислокации, то есть слои не горизонтального надпластования, а под углом. То есть когда произошёл взрыв, все окружающие слои разворотило просто-напросто. Падение метеорита отражено на гербе Пуч-Ша в виде падающей звезды. Также свидетельством давнего события стали крошечные алмазы, которые находят в месте столкновения небесного камня с землёй. При больших давлениях, при больших температурах углерод, содержащийся в почвах и породах, он преобразуется в алмазы. Алмазы там маленькие, импактные так называемые, очень маленькие там доли миллиметра, даже технического свойства они никакого не имеют предназначения, но сами все, что алмазы у нас есть, в общем-то это достаточно интересно. Хранится в музее камня несколько фрагментов метеорита «Северный», который был найден в Иванове в районе военного аэродрома в 1994 году. Было очень много споров в метеорит, ли это на самом деле, потому что когда были переданы образцы Москву, сказали, что это техногенный шлак. Однако, когда стали более подробно изучать, оказалось, что есть еще такой класс метеоритов, как кометы тектитные, и по составу этот образец нашего Ивановского северного метеорита абсолютно идентичен с теми находками, которые, например, были в Нижегородской области или в других областях. И мы сейчас уверены на проценту 95, что это все-таки такой своеобразный, но метеорит. Есть в коллекции хорошо известные Сихоте-Алининские и Челябинские метеориты. Этих и других посланцев Вселенной, а также образцы оплавившихся пород, можно увидеть в музее Первого совета до 12 сентября. Любовь Почерникова, Андрей Семенов, РТВ Иванова. Ну, в общем-то, они есть.